Добрый день дорогие друзья, с вами компания Кровмонтаж, я Алексей, помощник Василии. Едем на диагностику проблемной кровли, как всегда конденсат, наступили холода и холода выявляют недостатки, связанные с мансардной кровлей. Значит наш заказчик по телефону дозвонился до нас, представитель известного хоккеиста Максима Афиногенова. Значит и сейчас мы едем на встречу, на диагноз в Аденцовский район. Едем безумно у нас. Да, очень хорошая будет встреча, то есть следите за нашими видео, тем более, что наши дети с Василием занимаются хоккеем. Я даже взял фотографию ребенка, чтобы постараюсь добыть подпись автографа Максима Афиногенова. Меня просил лично мой сын, что папа возьми автограф. Ну и твой тоже. Так что смотрите, будет интересно. Едем на диагностику и постараемся, что в наших силах, помочь человеку. Субтитры сделал DimaTorzok Сам дом и прилегающая банная часть. Так мы приехали. Субтитры сделал DimaTorzok То есть это все капает, да? Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, наличие конденсатора. И вот это за ночь. За ночь накапал. Ну, самое характерное, Вась, то, что видишь на этой балке разрыв. Пароизоляция здесь нарушена. И вот она протекает. Еще должна у вас вот по стенам, куда скат, тоже там потекать. Да, да, вон там видно. А тоже там, да? Да, вон там течет. Так, стремянку принесли, ребят? Да, да. Ну вот, дом Макса Афеногенова. А газ уже заведен в доме? В доме текло? Да нет, такой великой котел. А, вы или это котлом пользуетесь? Дом отаркиваетесь? Угу. Ну, в копейку вылетает. А сама газа что, нет еще? Есть. Цыкаля уже есть. Сейчас Максим я вам скажу, он подпишет в мобиль и кровать. Вон, сегодня, котел утащили. Вот это мы открыли, есть фотка, где тут снег был. Сейчас, 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 не спеши. И вы вот это вскрыли, и здесь ведро вылилось, да? Ну да. С нижней сначала литр где-то будет. Потом мы открыли, ну, это. Ага. Пароизоляция, смотри, дешевенькая. Я, дело в том, что этот участок, конечно, маленький. Здесь не видно, я не могу модификацию прочитать, что за пароизоляция, да? Но, по ощущениям, ну, это, она самая дешевенькая. Тоник. Она крепочная? Да она вообще, вот Вась, смотри. Ну, не все. Ну, не все. Мы это называем ноуны. Можно не искать, да? А, не будет, наверное, не сажать. Треха, наверх фонарик на световой. Вот. Вот. Вот это еще капля какая-то. Тоже капает. Так, а ну, Вась, подержи, мне неудобно. Вот сюда на штык. Я на штык попал. Давай. Так. У него здесь сделана контрабрешетка есть. Сплошная есть. Сплошная идет обрешетка. Контрбрус есть. Не хочу наговаривать. Зазор между гидроизоляцией. Даже пускай она дешевая. А? Почему? Есть. Он есть. Он есть. Гидроизоляцию перепутали стороной. Знаешь почему? Гладкая. Да, гладкая. Ворсистая сторона сюда. Утеплитель. Она наверху? Да. Она наверху. Хотя, вот, ничего не могу сказать. Зазор между утеплителем есть. Контрабрешетка тоже есть. Ну, печально, конечно. И еще знаешь, что я не заметил, Вась? Сейчас я выйду еще на улицу. Я не видел продыха. Здесь бесконьковая система. Конька как такого нет. Крыши все односкатные. И, стало быть, засос воздуха должен быть... Где? На коньке. Конька нет. Засос воздуха продыха крыши нет. Понимаешь? Вот тебе и весь ответ. Это что? Наледь вот такая на железе была. Вот здесь. Это не железо. На пленке, да? Да, да. Такая наледь. Ну, правильно. Она не дышит. Ребята, она не дышит. Не выпаливается кровля. И поэтому... Вот, продыха, да. Продыха нет, пожалуйста. Вот. Посвети вас туда. Вот. Соответственно... Да, вот обознать, что продыха, засоса воздуха абсолютно... Ни откуда нет. Нет. Это, так сказать, высокая точка дома. Хозблока, где мы сейчас заглядываем. И в нижней. Ну, аналогичная ситуация с той же стороны. На крыше, ребят, фальцевая, да, кровля? Да, да. Все пальцевая. Металом, да? Ну, а в доме тепло так. Вот здесь вот. Где потеки, покажи. Ну, вот их сейчас не видно. Вот здесь как бы уже было. Здесь. Они вот тут текут. Вот там видно потеки. Потому что там не прокрашивают. Если забраться, то видно. Так, подумали. А по стенам, ты говорил, там нельзя? Ну, по стенам вот там. Это я отсюда иду. Вот здесь. Вот здесь вот течет. Ага. Вот туда вот копало. Пойдем покажешь, где вот по стенам. Есть льды там? Нет. Здесь подтекут. А ну, 8. Я здесь. Видишь? Сырое пятно. Здрасте. Алексей. Очень приятно. Рад был знаком. Ничего если мы снимаем? Нет. Нормально. Снимайте что? Это вот. Мы просто ведем канал в ютюбе. А. И в общем. Это вот известный хоккеист Максим. Знаменит. Афиногенов. Ну что, ну мы вот посмотрели. Пойдем. Пойдем. Там ребята нам вскрыли в хостблоке отверстие технологическое. Угу. Посмотрели мы весь пирог в разрезе. В общем, ну и пришли к выводу не очень хорошему. Ну вот здесь он течет. Это Максим даже видел. Не, я вообще. Ну фотографии. Да. Ничего не видел. Как чуть-чуть он течет. Поэтому хочу от вас услышать. Что, почему, как, зачем. Пойдем. Смотрите. Значит, что мы увидели. Потом идет гидроизоляция. Гидроизоляция. У вас тоже она дешевая. Но все сделано по технологии. Гидроизоляция. Я вот смотрел в разрезе. Продых между утеплителем и гидроизоляцией есть. Сверху есть. Сверху есть в продых. Значит, но она перевернута наоборот. Итак. Гидроизоляция. То есть ее сделали не оборотны. Гидроизоляция или пароизоляция? Пароизоляция снизу. Пароизоляция нормально лежит? Да, ну пароизоляция нормальна. Мы говорили изначально, что пароизоляция неправильно. Гидроизоляция, которая сверху. Гидроизоляция наверху, потом идет утеплитель, потом идет уже пароизоляция. То есть лежит неправильная гидроизоляция. Да, она перепутана. Ворсистой стороной она должна лежать к утеплителю. Она у вас гладкая, значит она не дышит. Не дает теплому воздуху подниматься вот в эту прослойку контрабрешетка, где должна выпариваться вот этот конденсат. Это первый недостаток. И второй недостаток, для чего вот эта контрабрешетка, зазор сделан 50 сантиметровый, чтобы теплый воздух поднимается, он должен что? Выходить. Выходить. А где у вас, покажите, где у вас засос воздуха и здесь высос? Нет. В двускатных крышах, да, которые имеют... Получается засос идет просто подниматься. Вот смотрите, вы дослушайте. Вот двускатная крыша, возьмем как? У вас она односкатная, да? Двускатная крыша, она имеет конек наверху. Его нужно делать вентилируемым и в карнизе внизу крыши, по краю крыши делать тоже вентилируемый карниз. Вот в этот 5-сантиметровый брусок, там должна щель по всей длине. И вот это, когда теплый воздух поднимается, гидроизоляция подышала, он поднялся в воздух. Вот этот 5-сантиметровый зазор. Вот она выпаривается. Уходит теплым воздухом, то есть наверх, через конек, либо вниз. У вас она вообще запечатана. Вот этот... Ну вы поняли, у вас продыха нет. Ну то, что мы говорили, надо сделать будут вот эти... Ну вот, как решетки. Как эти решетки. Вот смотрите, у вас сделана гидроизоляция двуслойной системы вентиляции. Объясню почему. Как вы сказали, есть дешевая гидроизоляция, которая стоит, грубо говоря, 3000 рублей. Ну не 3000, даже полторы. Она предусматривает двуслойную систему вентиляции. Зазор между утеплителем и гидроизоляцией. И зазор сверху. То есть двуслойная система вентиляции. И вот эта гидроизоляция, она требует делать в это, снизу, как вы говорите, решетки. Однослойная вентиляция, это диффузионные мембраны, скажем, тайвик или дельта. Они не требуют вот этой, снизу, вот этой вагонки или на краю крыши, с поднизу, да, вот этих решеток. Они не требуют. Прям можно на утеплитель ее раскатывать. Но стоимость ее уже там от 6000 и выше. Вот там гидроизоляция положена даже, я бы сказал, на утеплитель. Несколько отличается вот так. Да, ты там видел? Да, да, да. Заснял ты, да? Да, она плотничком на утеплитель. То есть это неправильно. Она тоже ноунейм. Гидроизоляция даже не такая, как там. Потом мы вот залазили, я даже не могу матификацию прочитать. Это говорится о том, что хорошая гидроизоляция, на ней написано название. Категория есть А, Б, С, Д. Бывают люди путают местами, да. То есть я часто вот смотрю, что модификация, она, допустим, А, она, допустим, для определенной кровли. Б, С, Д и так далее. Тут даже названия нет. Я что это, это непонятно. Такой рыночный вариант. Кем делалось. То есть даже ее нельзя, понимаете, неизвестного происхождения. Хороший производитель, он всегда ставит маркировку. А мы вот это ноунейм называем. Без имени. Ясно. То есть, а вы крышу все посмотрели? То есть там пройти чик нигде не может быть, да, ничего? Фальцевая кровля, она не течет. Фальцевая кровля, она сама надежная. Ну, она сама надежная, но вместе вот, где вот, с крышей там сходится вот это вот. А, ну, примыкание имеется. Почему потекло именно вот посередине там? Посередине вот здесь, да? Нет, посередине потекло. То есть, если бы неправильно что-то положили, она могла везде, должна оттечь, по большому счету. Она просто выбирает какую-то одну. Ну, как у нас. Нет, гидроизоляция, вот смотрите, конденсат, он протекает в местах разрыва. Пленки. Вот, видел, в вашей комнате у вас балочка посередине, а уклон вот так идет. Почему на этой балке? Потому что паразоляция, видимо, дошла до этой балки, они же не стали ее, они ее обрезали, дальше потом продолжили. А вот конденсат раз до балочки, он идет, и либо по стенам, по стенам, которые, вот, уклон у вас туда, к этой стене, да? Она бежит, бежит, паразоляция она спасает, да, что у вас не капает прям в дом, но она доходит до места, вот она к стене доходит, и вот обычно по стенам и течет. А где в доме, видно вот это, что гидроизоляция неправильно лежит? О, господи. Хорошо, Вась, ты был сейчас, вот этот, что там ты видел? Ну, там до гидроизоляции я не дотянулся, она, во-первых, другого цвета, она другая. То есть еще, для меня, в сомнении, потому что она белая, обыкновенная. Дотянуться правильно, она неправильно лежит, я туда уже не мог. Высоко, да? Да. Ну, а если мы затащим, стреляем? Сейчас еще, ну, давайте затащим. А, можно... Давайте сделаем, давайте сделаем. Понемки, пока не... Есть место, значит, да? То есть убедиться, что она неправильно лежит по всей кровле. Да. А здесь пароизоляции не должно быть, да? Нет, она здесь, вот она там. Она только до дома? Она, да, да, да. Да, здесь идет уже... Мы здесь смотрим не пары, мы смотрим гидроизоляцию, которая сверху лежит. Правильно или неправильно? В нашем понятии неправильно. Камера здесь не покажет, зазорчик здесь практически... Ну, да. Есть небольшие, ну, так, для... Здесь вот должны, вот здесь вот, вот здесь вот должны быть, да? Да, да, да. Вот здесь вот, да, я сейчас покажу прямо. Где еще? Сейчас 15 минут, пожалуйста, показать. Ну, как у Веры Семеновны, помните? Вот здесь, конечно, конечно. А они забили тут все, да? От капельника, да, вот там он должен быть? Да, да. Вот как у Веры Семеновны? Вот здесь, вот в этом прямо месте должен быть продах. А капельника, он прибивается или как? Ну, как он делает? Он прикручивается. Он прикручивается. Он достигает пика своего, там, лет 12, точнее, тренеру. Просто я попал когда в команду, у меня там было, скажем, 15-16 лет, в команду срок попал. И у меня даже, я как по своей программе там занимался, то есть ни штангами, ничего мне не давали. То есть я там, когда уехал в Америку, там, в 19 лет начал штангами заниматься. То есть, как бы, мне, чтобы я рос, как бы, дальше. Вы воспитываете в Динамо, вы московский, да, парень? Да, да. Мы все угадали с Васей, или вы приехали в Динамо откуда-то уже, либо... Москвич. Не, здорово. Ну, там команда. Что-то у вас, это, подольский Витязь-то, когда... Да. В полу-уфта выплывет. Когда, 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 когда... Когда? Бьемся, стараемся, чуть не получается. Ладно. Носочек пахнет. Ну, да, я вот говорил Максиму, что вот все полумеры, они, может, частично решат проблему. На какое-то время? Ну, частично. Что-то улучшится. Но все равно какой-то дискомфорт будет, все-таки дом же для себя. Поэтому я бы делал кровлю, да, гарантированно, подписывая юридический договор, я бы делал кровлю полную переделку, да, переделывал пирог заново. А фальцевая кровля имеет особенность, ее не разберешь, чтобы использовать повторно. Она идет на выкид, на новый материал, тут, конечно, с этим посложнее. Да, да, да. Итак, дорогие друзья, наше видео, надеюсь, было интересно для вас. Да, и хочется, конечно, чтобы такой клиент принял правильное решение. Ну, да. Итак, с вами была компания Круп-Монтаж, я, Мороз Алексей. Заместитель Василий. Пока, до новых встреч. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok